еще не открыв коробку уже хочется сказать вау глядя вот на эту вау высоту бухты торговцев а также вот ощущая этот вес то есть ты даешь в руки человеку на держи и он абсолютно точно чувствует что в руках у него целая бухта торговцев спасибо фабрики игр за то что торговцы начали разговаривать на понятном нам языке сейчас в этой коробке полно картонных компонентов они находятся вот здесь которые нужно достать и собрать из них корабли эта игра для 1 2 3 4 игроков партия займет 60 а то и 90 минут и пока я открываю жемчужину пяти королевств мы вместе готовимся услышать этот звук и так бухта торговцев здесь сразу мы видим инструкцию по сборке объемных компонентов а также правила настольной игры бухта торговцев все это прочитаем а сейчас но давай это сделаем давай посмотрим на эти органайзеры но это еще не все если мы поднимем их там также есть там также есть картонные компоненты которые если достать там мы увидим еще один органайзер и кстати тут также есть и миниатюры да тут у каждого торговца свой торговый прилавок который размещается в своем органайзере тут тебе и шарики и кубики и карты и даже вот такие деревянные горожане это бард это воин это волшебник а вот это дворянин перед тем как мы начнем собирать корабли предлагаю открыть крышку и присмотреться к вот таким миниатюрным кораблям а также к вот этому улыбчивому человеку кузнецу какому-то волшебнику с различными пузырьками и я надеюсь это пират но конечно же пират соберем мы сейчас не только корабли но и прилавки торговцев и расположим мы все эти прилавки и корабли вот в таких удобных органайзерах вот здесь будут лежать корабли а вот это что это у нас но приятные же чувствуешь да но приятные мешочки а это приятные драгоценные камни подставки а также еще кое-какие деревянные компоненты я уже вижу мешок фиолетовый мешок с деньгами а сейчас узнаем что запаковали вот в этот шуршащий пакет но для начала мы видим какие-то картонные компоненты а вот это опять-таки вау это памятки потому как нужно расположить скажем корабли вот в этом органайзере в данном случае вот так смотри памятка смотри органайзер потом вот так сверху положил и отодвинул в сторону смотришь на другой органайзер все должно лежать вот так даже написано что здесь должно лежать а я еще когда вот такое количество органайзеров увидел я еще подумал как хорошо чтобы была памятка в коробке и вот на тебе памятка вот смотри на этот органайзер а вот на памятку где что нужно расположить у каждого торговца свои правила торговли вот у алхимика вот такие правила у капитана другие у хрономанта 3 4 у кузнеца и это у нас бродячий торговец он торгует не так как капитан хрономант алхимик или кузнец а сейчас приготовьтесь увидеть необычной формы поля вот такой форме это вам не какой-то там прямоугольничек и ты вот такой формы поле давайте рассмотрим его поближе здесь мы видим как над островом летает дракон потому что это драконий остров вот эти три пирса называется пирс при восточном рынке пирс при центральной площади а вот это пирс при черном рынке здесь городская площадь и вот этот мост ведет вот таким драконьим часам а вот здесь мы видим зал гильдии воинов здесь собираются барды чуть чуть дальше у нас парят в воздухе на башне волшебники вот это у нас гильдия дворян а это логово разбойников здесь вот они собираются разбойнички а теперь закрывайте один глаз и другим глазком посмотрим на многослойные планшеты торговцев вот этот планшет хрономанта вот этот планшет да с такими выемками для кубиков это планшет кузнеца следующий планшет и мы четко здесь видим варочные котлы а также котел для токсичных отходов это конечно же планшет алхимика вот такой планшет у бродячего торговца ну а этот планшет конечно же может быть только у капитана и здесь есть специальные выемки для чего-то что использует капитан для торговли интересно а что прячется вот под этими фигурками здесь мы видим кое-какие карты а мы уже узнаем капитана кузнеца и алхимика а вот это что за приятные господа в таких приятных черных масках а теперь откроем еще один пакет в котором прячется корабли торговцев все корабли собираются одинаково для этого нужно выдавить детали загнуть палубу сложить борта и получить готовый корабль для начала освободим и спанчборда вот этот корпус корабля а также нос корабля капитан капитан улыбнитесь ведь улыбка это флаг корабля а сейчас загибаем палубу и корму вот так теперь с двух сторон вот так прижимаем борта теперь нужно состыковать вот таким образом нос корабля уже выглядит хорошо но сейчас давайте добавим на нос корабля вот такую деталь и вот теперь смело можно отправляться на этом красивом корабле в бухту торговцев смотри какой корабль я еще собрал и чтобы узнать где мы его располагаем в органайзере смотрим в памятку и находим место где он с легкостью помещается а тот корабль который мы собрали до этого располагается вот так и обратим внимание если даже мы слегка потрясем органайзер эти корабли уже никуда с места не денутся посмотри какие корабли скоро причалят к бухте торговцев а пока что давайте сложим их в органайзер ничего запоминать не нужно памятка подскажет как нужно расположить вот этот корабль вот таким образом теперь вот эти два корабля у нас располагаются здесь и вот этот корабль вот а где же вот эти корабли а эти корабли из дополнения тайник разбойников как хорошо что издательство фабрика игр перевела на понятный нам язык еще и дополнение тайник разбойников здесь у нас кладезь дополнений которые можно добавлять в настольную группу бухту торговцев внутри вы найдете разнообразные модули которые можно использовать в игре по отдельности или друг с другом а еще здесь очень много интересного для соло игр буклет с двенадцатью атмосферными сценариями и колода карт испытаний кстати а вот и раз два три корабля которые мы сейчас соберем и добавим к базовой коробке открываем коробку видим сценарий для одного игрока да вы что а также описание различных модулей и вот она памятка как собирать да мы уже знаем как собирать эти корабли поэтому останется только достать из корабли собрать и положить в органайзер базовой коробки а также в этом дополнении мы видим какие-то накладки на поле бухты торговцев а также ведь кто такие это что за персонально понятно что понятно что много карт понятно что они все пока запечатаны но вот это кто такие разберемся когда будем играть с дополнением бухта торговцев тайник разбойников корабли собраны и по всей видимости вот этот корабль он возит торговцев только днем потому что мы видим солнце вот этот корабль в основном он пробирается сквозь звезды и возит всех ночью а вот этот корабль совсем маленький это какая-то шлюпка совсем совсем маленькая шлюпка и вот теперь органайзер заполнен кораблями осталось добавить только вот эту маленькую шлюпку и свериться с памяткой да все сделали так как в памятке в панчбордах еще остались кое-какие колбы но вот это это ведь знамена это знамена торговцев я правильно понимаю сейчас уточню в памятке да это пять знамен торговцев а вот где-то здесь для них нужно взять пять пластиковых подставок остальные зачем нужны сейчас будем узнавать а знамена торговцев уже на подставках сейчас достанем из панчборда несколько маленьких пузырьков и несколько больших и начнем собирать прилавки у капитана прилавок собирается из вот такой одной детали для начала вытащим вот эти мелкие мелкие детальки и получится вот такие отверстия а теперь вот эти элементы нужно будет продеть вот в эти отверстия и нажать готовый прилавок капитана выглядит вот так сбоку это выглядит еще лучше но а перед капитаном будет вот такой прилавок у кузнеца прилавок состоит из трех деталей вот это у нас нижняя полка для начала все таки давайте вставим верхнюю полку и закрепим ее с двух сторон боковыми стенками ну а теперь после того как осталось только добавить вот эту нижнюю полку прилавка нажимаем и видим прилавок кузнеца очень интересный прилавок собрался у хрономанта учитывая что здесь есть песочные часы легко понять что это прилавок именно его а прилавок алхимика заляпан какими-то алхимическими ингредиентами вот так выглядит прилавок алхимика а у алхимика есть еще кое-что кроме прилавка вот смотри какая красота вот на такой подставке он и будет стоять перед алхимиком различные колбочки самоцветы а также вот такие изумрудные мечи я достал из панчборда и пора все это разложить по органайзером смотрим в памятку и видим вот такой органайзер с вот такой выемкой да это органайзер для кузнеца и здесь мы располагаем прилавок кузнеца вот в это место мы сложим кубики угля а также сплавов вот так все будет лежать очень ровно и не выступать за края сюда мы положим фигурку кузнеца вот она фигурка кузнеца отправляется к прилавку кузнеца ну а вот сюда мы расположим товары посмотрите какие товары да тут вам отдельная игра в некоторых играх нет столько компонентов сколько положили всего лишь всего для одного игрока вот в этот органайзер и так здесь у нас находятся товары а также кубики сплавов и угля поверх прилавка кузнеца а вот и сам кузнец а это товары которые мы будем сейчас располагать в органайзере для хироманта причем хиромант будет рядом с ассистентом а между ними будут жетоны остановки времени вот они жетоны располагаются здесь здесь у нас ассистент а вот и сам хиромант для него есть отдельная здесь секция здесь у нас жетоны как я понимаю это фрагменты порталов но а также у нас здесь будет расположен наверное вот так да вот так будет расположен прилавок если я ничего не путаю а я ничего не путаю вот так будет прилавок но перед этим давайте расположим вот эти товары вот сюда опять таки еще раз скажу что не во всех играх столько компонентов кладут вообще в игру а здесь компоненты только для одного игрока все а сейчас давайте соберем органайзер для капитана для этого отбросим в сторону вот этот компас возьмем прилавок и вот сюда внутрь мы отправим для начала капитана и вот такие корабли капитана мне кажется так будет удобнее сюда же кстати мы можем отправить и некоторые товары вот сколько поместится столько отправим ну давай на этом пока закончим и теперь этот прилавок кладем хотя нет подожди давай вот сюда еще парочку парочку сундуков и вот теперь все ну а вот эти монеты вот эти различные сказать сундуки мы расположим вот так и теперь теперь сверху мы кладем вот такой вот компас а вот и алхимик берем его и помещаем вот сюда в отделение для алхимиков также мы берем четыре пластиковых жетона экстракта и хора и закрываем все это дело вот так прилавком теперь сюда давайте отправим какое-то количество небольших товаров большие товары мы сложим вот сюда в отделение для больших товаров а вот это вот вот это вот мелкоту расположим здесь кстати говоря здесь также у нас есть отдел для вот этого декантера алхимика вот так его расположим ну а теперь пришло время взять и засыпать сюда необычайной красоты алхимические шары все это сверху мы прикрываем мешком алхимика мешок мы прям вот так возьмем и и заправим в этот органайзер а теперь вот в такой большой органайзер мы сложим карты а также искатели приключений маркеры и жетоны а сверху еще мы расположим вот такой вот мешок для начала давай посмотрим на красоту на вот такие карты а также на фестиваль драконьего острова и вот в это отделение мы расположим эти карты что касается вот этих карт ну давай я пока что просто расположу их зависимости от рубашек вот так пускай будет так приключенцев мы все вместе расположим вот таким образом много их 52 штуки что ли ну вот все они попали вот в это отделение а вот эти мелкие жетончики вот эти вот жетончики вот это вот вот эти маркеры мы складываем вот сюда и здесь они будут ждать когда достанем их и сыграем свою первую партию в бухту торговцев сверху мы располагаем вот этот мешочек красиво и теперь но как ты понимаешь разработчики даже предположили что у тебя будут карты в протекторах поэтому здесь есть специальное отделение для карт в протекторах и осталось только расположить самоцветы каменная роза а также знамена торговцев вот это у нас самоцветы отправляем их сюда а вот эти знамена мы расположим вот здесь и это все опять-таки глядя в памятку видишь также здесь еще есть лидеры гильдий но я всех приключенцев сложил в другое отделение другого органайзера посмотри сколько всего сколько всего помещается в этих очень хорошо продуманных органайзерах и сейчас мы возьмем и все вот это соберем в одну коробку базовую коробку бухты торговцев и так начнем для начала отправим вот такие органайзеры которые в этой игре ну скажем так не самые маленькие здесь сверху мы накрываем вот этими памятками и опять-таки сверху давайте расположим 1 2 также мы накроем это все дело памятками здесь у нас капитан здесь алхимик а вот здесь у нас будет органайзер хрономанта а также кузнеца также накрываем все это вот такими памятками теперь можем расположить вот такие прилавки и они здорово все это прижимут ну и конечно же в несколько раз сложенное поле вот сюда отправим где-то в этом месте я не знаю что это за такие прилавки но в общем четыре таких прилавка сложим здесь также я не думаю что нужно мне сейчас спрятать правила игры потому что правило нужно изучать и также вот эти буклеты каждого торговца все это накрываем коробка и теперь она конечно же закроется как и должна закрываться вот так игра для одного двух трех четырех игроков и партия займет от часа до часа 30 а это бонус видео для тех кто досмотрел это видео до самого конца с обратной стороны поля мы видим остров и вот она вот она бухта торгов торговцев где будет происходить действие этой игры а здесь у нас кейфборн это наверное другая настольная игра а вот каверн таверн тоже есть здесь у нас что-то связано с дворфами здесь что-то связано с людьми а здесь у нас здесь у нас обитают эльфы а если пойти вот сюда на северо-восток то здесь и халфлинги где-то обитают в своих полуросликовых норах тробит энгрин эльф реалм и в центре стоит какое-то дерево в общем если вы знаете что это за остров и скорее всего кейфборн это столица этого государства напишите в комментариях что это за остров и где они можно почитать уже по одной распаковке базовой коробке бухта торговцев виден потенциал увесистый такой потенциал этой настольной игры если вы играли в бухту торговцев напишите в комментариях с какого бы торговца вы порекомендовали бы начать изучение этой настольной игры буду ждать ваши комментарии если вы впервые увидели эту настольную игру напишите в комментариях как вам как вам напишите поставьте лайк если понравилось подпишитесь на канал если хотите поддержать канал еще больше и будет все еще намного лучше в следующий раз обязательно сыграем в бухту торговцев